Привет всем любителям стратегических игр! Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Лёша Играет, и пришло время очередного челленджа в Seedmare Civilization 6 на уровне сложности Божество! По вашим комментариям и по моим ощущениям от прошлых игр. Ну и опять я выложу сейв первого хода, причем я сейчас специально выключил вообще все моды, чтобы вам не приходилось их искать, и чтобы любой, наверное, мог это запустить. Но единственное, что, наверное, у вас все-таки должны быть первоаруские кланы, которые включены, но это уже там сами разбирайтесь. Так вот, например, пишет доктор Снирш, что лучше Пангея, потяжелее будет, поэтому я и ставлю Пангею, и он предлагал война с каждой второй по очереди, но мне кажется, все равно это легче будет, потому что началь... вот то, что вы вообще можете торговать с кем-то, это очень упрощает жизнь, поэтому все еще первые 10. Но! Смотрите, мне еще написали, что компьютер... вот, кстати, чит получается, что если ты объявляешь войну компьютеру, то компьютер начинает стараться защищаться, а не нападать в этом идее. И кроме того, если с ним не обмениваться расположениями городов или столицы, он не знает, куда нападать. Поэтому две поправки будут. Во-первых, при встрече с компьютером я обязан с ним обменяться расположениями городов. Там, кстати, не обязательно столица, это не всегда так. Ну, чаще всего столица обменивается, но в любом случае. И первым 10 компьютеров я обязан именно осудить. Мы не будем им объявлять войну, то есть я их обязан осудить, не проводить с ними никакую торговлю и ждать, чтобы они сами мне объявили войну. То есть я специально порчу с ними отношения, чтобы они мне объявляли войну. Идея в том, чтобы они объявляли войну, видели мой город и шли на меня нападать. Вот так мы их будем делать сложнее. А так получается, просто опять же, действительно, вот у меня почти, я объявляю войну компьютеру и не вижу его войска всю игру. То есть там довольно редко происходило так, что компьютер, ну, как-то нападал. И получается, вот вам чит при игре с компьютером, если вы объявите ему войну, он, получается, наоборот, будет защищаться, несмотря на разницу в войсках, что у вас войска сильнее. Так что, в общем, челлендж такой. Первым 10 цивилизациям, а я поставил 16 опять, ну, вместе со мной 16, то есть я поставил огромную карту, огромная карта Пангея, огромная вообще на 12, но я добавил еще 4. Первым 10 цивилизациям встреченным мы обязаны обменяться информацией о столицах и сразу их осудить. Войну объявить, то есть, если мне есть необходимость объявить войну, я могу сразу объявлять войну, но, в принципе, мы будем надеяться, что они нам объявят войну, чтобы они на нас нападали, чтобы вот так было сложнее. То есть, если вы будете тоже за мной играть дальше по сейву, то, пожалуйста, используйте именно вот такие особенности. Ну, меня тут опять предлагают отключать какие-то виды победы, но, ребята, это просто будет слишком долгая игра. Включим, опять включаем все победы, или мне предлагают за какую-то цивилизацию пробовать несвойственную ей, например, Загорга, например, там, религиозную, да, попробовать. Это просто очень долго, то есть, мне предлагают включить чисто религиозную, например, и военную, да. Ну, наш эксперимент в прошлой партии из Агалов, когда мы оставляли, например, только военную и научную, показал, что компьютеру на это абсолютно насрать, он все равно не стремится именно по этим победам. Он и религии распространяет, и туризм там какой-то фигачит, вообще пофигу ему на эти победы. Значит, здесь все стандартное, мы ставим скорость сетевая, решил не включать уже монополии корпорации, я все равно не чувствую, что компьютер как-то понимает, как с ним играть, а для человека это легче все равно. Поэтому это чисто варварские кланы оставлю, все победы включены, ну и поставил, по моему ощущению, вот мне писали, что Шотландия частенько очень сильно развивается, постарался поставить те цивилизации, которые, по моему ощущению, лучше всего всегда и развиваются, чтобы они как-то улетали. Ну, давайте начнем. Традиционно напомню, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, большое спасибо им за поддержку, они даже иногда бета-тестерами видео выступают, вот предыдущие за май, там были проблемы со звуком, им пришлось терпеть, и я потом перезаливал для всех остальных зрителей, но в любом случае спасибо, вот благодаря вам и хочется создавать постоянно это видео. Давайте Горго, да, рейтинг цивилизации еще, ссылка внизу в приклеенном комментарии, рейтинг цивилизации по Греции, как раз вот недавно мы это обсуждали, я поставил Горго оценку средней, увидел, что за нее нету видео на канале, поэтому и записываю, в общем-то, победа в бою дает очки культуры, равные 50% боевой мощи побежденного врага. Это очень хороший бонус, по-моему, тем более вместе с гоплитами хорошо, ну, связан, синергия такая появляется. Ну и плюс один к боевой мощи за каждую заполненную ячейку военного курса, то есть как минимум в начале игры уже плюс один, да, у вас будет. Дополнительная универсальная ячейка политического курса при любом правительстве, это тоже приятно очень. Ну и гоплиты с Акрополем, ну, гоплиты хороший юнит, а вот Акрополь, конечно, по ситуации будет. Ну что ж, давайте запускаем, смотрим территорию, сразу уже два континента, делаю сейв специально для тех, кто захочет вместе со мной проходить. Я думаю, что чтобы этот сейв работал, вам, собственно, понадобится Rise and Fall, этот, господи, Gathering Storm и New Horizon, потому что здесь вот с этими, с варварскими кланами. Сделал сейв, сейчас я загружу заново для себя, я включу все-таки моды, потому что они чисто на интерфейс, они ни на игру никак не влияют, а этот сейв тоже в прикрепленном комментарии, внизу вы можете параллельно со мной проходить и рассказывать, что у вас происходит. Какие моды включил? Опять же, пак, ссылку на пак этих модов в прикрепленном комментарии, я специально для вас их всех собрал. Battery Port Screen, разноцветные исторические моменты, Community Quick User Interface, лучший интерфейс, на метке, чтобы метке было видно соседство районов, когда ставишь, улучшенный показ карточек, что они сразу дают, ну а дальше просто для красоты там разноцветные цвета цивилизаций другие и настоящие великие люди, чтобы показывало в самой вот списке, чтобы там фотографии, либо изображения великих людей настоящие были видны. Ну что ж, заправлены в планшеты космические карты древние греки под предводительством Горга, ну, можем считать, спартанцы выходят на мировую арену. Давайте думать, где ставить город. Так, ну, в принципе-то территория интересная. С другой стороны, я вот думаю, а стоит ли мне на холме ставить? Так-то у нас во втором радиусе и какао, и нефрит, и в третьем радиусе соль. Есть, правда, вулкан во втором радиусе. Мне вот не очень нравится, что у меня прям в начале, вот именно на первом радиусе, вообще ничего нету, чтобы расти. Видимо, придется все-таки так вот поставить, и сразу пока на скаута, чтобы быстрее деньги найти. Не буду уходить. Сюда, ну, то есть, тут на самом деле единственный вариант сюда, но мне тут не очень нравится производство вообще. Еще вот игра тут предлагает ставить. Высокая производительность пределах трех клеток. Ладно, остаюсь тут. Как вы решили, куда идти, это вы напишите в комментариях, и я начинаю с разведчиков. Видите, вот моды на интерфейс работают. Тут на производство уже сразу я включу. Вот так. Нету пока на еду. Тут, конечно, быстрее бы шоколад и овец присоединить. Первые открыли Африку. Рядом с вулканом поставили. На реке Южная Африка и Африка. Два континента Южная Африка и Африка? Серьезно, блин, где континенты? Потерял вкладку, да, Африка и Южная Америка. Сорян, Южная Америка. Я уже думал, интересно, два одинаковых континента. Ладно, на этом я свою рожу выключаю. Будете скучать, сообщайте. Пишите письма. До востребования. Ну, наверное, животноводство. Ну, вообще, я думаю, нам бы за горга быстрее идти в обработку бронзы, несомненно. Но... Блин, а может реально сразу в обработку бронзы? Прямо через... Прямо через горное... В любом случае, нам горное дело надо, да? Не фрит обработать. Ну, блин, нам и овец надо будет обработать. Нет, давайте все-таки и животноводство, и горное... Так, вот так сделаем. Нам бы овец, пшеницу и нефрит обработать. Вот вам три... Сделанных. Ну, а тут я бы шел в мастерство, видимо. Чтоб сразу карточку на... На... Гоплин. Блин, он уже сразу начинает... Уже сразу начинает дымиться. Ну, что такое? Вообще не честно. Да, включил сейчас смену... Типа времени суток в игре. Посмотрим, как вам понравится так смотреть. Я бы, наверное, вот сюда уже перепрыгнул. Пошел исследовать. Ну, где-то мы в центре Панги. Вообще обычное, конечно, место появления для... Греков. А. Тут я смотрю, у нас на плюс четыре, между прочим, кампус. Потому что тут тропические леса, они тоже соседствуют. По-моему, на плюс четыре должно быть, да? Три горы и тропические леса. Охренеть. Хорошее место. Кагуану мы встретили первыми, да? Нет. Слушайте. Нет, не первыми. Фак. Там кто-то уже... Уже кто-то рядом с нами. Есть. Что-то не очень приятно. Так, я бы, наверное, вот тут дуболомом... Вот так прошел. А вон еще одна ГГшка. Я еще один континент нашел Балтику. А этим, наверное, скаутом сюда пойду. Ну, вот тут какие-то горы. Но я инка поставил. У меня такое ощущение, что вот это места инка. Дальше. Пинд. Пинд, 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 пинд. Так, ну я переключу... А, уже переключил на шоколад. Залочу на всякие пожарные. Это надо, чтобы город рос. И второй скаут. Второй скаут. Ну, наверное, рабочих. Так, посмотрим. Я не ставил стратегический баланс. Поэтому отсутствие лошадей меня не удивляет. Отсутствие лошадей меня вообще не удивляет. Ереван. Вот Ереван я встретил первым. Значит, мы сможем быстро пантеон принять, между прочим. А как вы смотрите на то, чтобы соседство тропических лесов взять? Ну ладно, мы тут сейчас еще поисследуем. Но тропические леса у нас тут имеются. Надеюсь, он сейчас не извергнется и не убьет мне скаута. Так, тут, несомненно, строителя пока. Видите, я решил в этот раз начать со скаутов, а не с юнитов. Потому что я хочу все-таки, ну, то есть идти в голову. Ух ты, ацтеки у нас. Так, значит, еще раз напоминаю. Мы говорим, что большая честь познакомиться с вами и обмениваемся вот это... Обмениваемся местоположением городов. А теперь мы его осуждаем. Вот так мы действуем со всеми первыми десятью встреченными цивилизациями. Чтобы мы портим с ними отношения, чтобы они видели, где наши города. Чтобы на нас нападать. Первая руинка. Блин, мне бы, конечно, в сторону ацтека как-то поставить. Но вот этот... Тут влазит город. Но очень... Мне кажется, очень неудобно будет ставить город. Очень мне не нравится под этот вулкан. Может, здесь хотя бы. Но это везти тогда тяжеловато. Дружелюбное племя нашли. Тут у нас все правильно обрабатывается. Так. Ага. Еще, еще какая-то религиозная. Блин, ну я хочу туда прыгнуть. Ладно, давайте просто закончу ход здесь. Я вот практически процентов на восемьдесят пять уверен, что вот тут сейчас мы где-то внизу инка найдем. Потому что вот эти горы, это не очень типично для Греции территория. Легенды пустыни взяли. Так. Значит, тут против варваров берем. Тут пантеон. Ну, вера. Ну и, наверное, блин. Наверное, все-таки производство. Хотя удвоенный опыт юнитов разведки тоже прикольно. Давайте удвоенный опыт юнитов разведки. Так. Тут сначала овец обработаем. Канди. Первым. Нет, не первым я встретил Канди. Тоже там кто-то есть. Так. Что я хочу здесь? Наверное... Ну, реликвию, наверное, хочу. Хе-хе. Мне вот это нравится. Вы всегда говорите. Может быть, игра... Если у вас есть микрофон, возможно, игра считывает все, что вы говорите во время. Я вот очень часто, когда говорю, хочу что-то, оно почему-то мне выпадает. Но я удивлен, что хотя Ацтек раньше меня принял пантеон. Все равно. Ух ты, я уже полетил. Да, уже три ГГшки встретил. Уже политическая философия. Ускорено. Ускорено. Так. Этот клан Нового Роя. А это клан Медвежье Дерево. Задание вызвать озарение для Ранней Империи. Кстати, выполнимо вполне. А другие тоже. Два Ранних Империи. Вот мореходства нет, к сожалению. Мы не сможем на побережье построить город. А вот Ранняя Империя, это шесть... Шесть жителей в городе. Вполне выполнимо. Так, ну, я пока пращ... Или, блин, поселенца уже строить? Блин, вообще, рядом с Ацтеком как-то 150-40, когда я еще с ним испортил отношения. Такое себе, конечно. Может мне скаутом хотя бы здесь стоять смотреть? Ну, мне вообще надо три... Три этих убить. Три варвара убить, чтобы быстрее в гоплетов выйти. Ну, я бы прям в обработку бронзы шел. Тут особо... Особо у меня нет выбора. Удвоенный опыт разведки. Это я, кстати, вполне возможно... Получилось сейчас уровень, интересно? Нет. Жаль. Я думал, мне одной атаки будет хватить. Так, один ход до роста. Ну, если я куплю, то один ход до роста другую... Может, он не фрит присоединит тогда? Я бы сейчас, ну, не тратил ход рабочего. Мне надо быстрее три клетки обработать. Или... Или пшеницу присоединит. Шоколад я пока обрабатывать не могу. Так, первый. Всего одну культуру, правда, дали. Но первый варвар убит. Этот, конечно, сейчас побежит к себе. Висячие сады, одиннадцатый ход. О, у него там... Вау! Он захватил... Это означает, что... Да. Это означает, что... Лагерь варваров тут был уничтожен. Так, а как бы мне его перехватить теперь? То есть, Аютхая убила тут лагерь варваров. Опа. Попробуем еще этот. Так, ну что у нас? Тропические леса, походу, есть. Давайте думать, что нам еще можно взять. Ну, вообще, священные места очень неплохо тут, да? Но... Но! Но! Проблема в том, что мы не идем... В священное место. И дальше мы просто не успеем принять религию. То есть, а зачем мне соседство с тропическими лесами без религии? Так, что у нас еще? Культура от пастбищ. Не особо много. Блин, может все-таки реально пока попробовать священное место? Там кто-то уже пророка читает? Нет, пока нет. А нет, один... Ацтеки уже прям читают пророка. Вот это серьезное решение. Идти в гоплитов? Или идти... В священные места. Я просто смотрю, что тут у нас еще может быть. Так, а что по престижу? У нас много гор. Ну... Тут... Притягивающий... А там только от потрясающего, по-моему, да? Не особо работает. Не особо работает. Плантаций... Тоже немного выглядит. То лучше. Ну, ну, вот реально выглядит так, что надо брать соседство с тропическими лесами. И реально тогда... Эх, и идти... В священное место. Иначе мы просто, ну, как бы... Если без религии, то немножко просранный пантеон получается. Ну, как вы решили, тоже напишите в комментариях, те, кто проходит. Большой бассейн. Вот, и он хорошо здесь встал. Сейчас мы его должны забрать. Так, это уже два юнита варваров. Уничтожено. Так, давайте мы постоим в защите. По идее... Мне должно хватить силы. А уровню я апнусь и убью этого. Так, мастерство. Один ход еще подержим. И можно будет переключать. Уровень у скаута. Наверное, по холмам возьму. Ремонтируем. Так, что я хочу тут? Наверное, веру. Я хочу ускорение астрологии. Один посол. В принципе, я смогу... Я вот это сделаю. И я засоюжу Ереван, в принципе. Кстати, тоже неплохо. Так. Международную торговлю пока. Не хочу. Вот прямо вам скажу. Не хочу сейчас в сторону ацтека ставить. Мне кажется, надо сюда везти. Ну, просто даже место не особо мне нравится. Вот здесь потом можно будет куда-нибудь поставить. Потому что там хлопок есть. Здесь вот просто приятные места. И вроде недалеко. Так. Ну, теперь, наверное, все-таки пора юнитов. Хотя бы прачников построить. Потому что если сейчас прибудут... Юниты ацтека, а уже 191 на 21. Сила. Ай, вот это то, что этот парень появился не очень хорошо. Так, улучшилась одна клетка. Какие-то тут вообще шоколадные места. Блин, наверное, даже ошибка, что я, возможно, сюда иду. Ну, как-то слишком много гор. Так, ну, надо сначала пшеницу будет. А здесь... Наверное, на леса надо будет взять... Возможность по лесам бегать. Здесь я, наверное, просто тут реально буду так вот пока стоять. Не должны убить, но... Неприятненько. Блин. Черт, вы знаете, наверное, тогда надо сюда идти ставить. Ну, вот это слишком... Слишком плохой проход получается. Надо туда идти ставить. Так, орошение ускорили. Ну, наверное, я бы опять посила пока строил. Или прачника. Ладно, давайте прачника пока еще одного. Пять ходов до священного места. Селенец шесть. Блин, ну ацтек нападет же. Ладно, давайте пока еще одного прачника. А там посмотрим. Тут по лесам возьму. Беготню. У вас больше общих черт, чем различий. Я следую слову тлакоелия? Вообще вроде не следовал. Взял, убился от меня. Ускорил мне обработку бронзы. Зашибись. О, лагерь рядом с ацтеком. Так, ну вот тут надо отойти все-таки, чтобы полечиться. Так, буду делать пока посила. Сколько там? Раз, два, три, четыре. Религия на религию. А религий будет у нас, по-моему, шесть, возможно. Так что, в принципе... Так, только называйшую в игре еще Аравия. Так что после пятой религии все закончится. Если там сама Аравия, конечно, не читает на пророка. Так, вот так, обходить этот. Найдите чудо природы, ну. Не вижу вообще нигде рядом. О, а вон границы. Это Шумер. Давайте не будем его встречать. Ну, зато Бразилию встретили. Зашибись. Значит, большая честь познакомиться с вами. Обменяться информацией о столицах. Ой, блин, как он близко. Странно, я думал, инк будет внизу. Так, и обвиняем. Осуждаем. Ну, вообще, плотничком, конечно. Я думаю, что надо все-таки тут ставить. Иначе там заселит ацтек. Так, просто стоим, лечимся пока. Пойду сюда, на всякий случай, смотреть. Там еще Шумеры. 12 ходов. Могу ли я выйти в Золотой век? Еще Раннюю Империю надо ускорить для двух городов и засоюзить Ереван. Вот тут очень неудачно как-то горы. Ну, конечно, там в будущем это много. Давайте, наверное, производство все-таки поставлю. Не знаю, нужна ли мне Вера против варваров, морских юнитов, точно мне не надо. Ладно, пока удвоенный опыт юнитам разведки оставлю. Блин, там уже юниты варваров, юниты Барселоны, фу, Барселоны, Бразилия. Ничего, а Ютхаю собираются забирать, что ли? Так, давайте пока Раннюю Империю. Ну, вот тут Берсвященное место на плюс четыре. Сразу ставится. Просто сразу при открытии. Я бы его ставил, наверное. О, вот и Гильгамеш еще. Это единственная цивилизация в игре, которая сразу готова с вами дружить. Но, к сожалению, видите, придется его осуждать. Как мы договорились. Но то единственное, кто не в курсе, вот вы прям встречаете Шумера. Все остальные хотят там, ну, как-то пообщаться. Шумер, вот прям сразу готов дружить. Всех осуждаю. Так, ну что, священное место. М, плюс три. А, тут две тропических. Да, я думал, это тоже четвертая тропическая. Ну, тут плюс четыре, конечно. Блин, а вон там плюс пять. Но там кампус. И вон плюс пять еще на... Блин, я бы... Знаете, мне надо плюс пять ставить, просто потому что это очки эпохи даст. На самом деле, я бы, конечно, это место какого-нибудь еще города оставил. И сам бы ставил вот здесь, но... Там вырубать надо. А тут можно сразу на плюс пять ставить. Так что ставим священное место. Откладываем пока посела. Попробуем забрать этот лагерь. Такое ощущение, что реально... Ну, войны нету пока с Бразилией. Но ощущение, что бразилиец на Аютхаю идет войной. Ну, теперь обработку бронзы надо, конечно же. Так, и тут надо нефрит обработать. Так, открываем мастерство. Производство. Четыре четыре, а если так? Десять три. Давайте, нам надо быстрее священное место построить. И почитать проекты на Пророка. Должны успеть, по идее, за тридцать ходов. Так, ставлю город. Опять нету еды на рост особо. Может, сразу вот эту купить. Нам реально расти надо. Значит, в первую очередь, чтобы раннюю империю ускорить. Так, ну давайте подходим к лагерю. Так, господи, тут не пройти. Это какой-то прикол. Кстати, я так понимаю, что мне повезло, что вот здесь варвары оказались. То есть, ацтек сейчас занимается. И шумер объявил войну Бандар-Брюнею. Господи, 307. Армия у бразильца. Просто охренеть. Ну, прямо скажем, гоплиты. Если я открою гоплиты, то... Так, мне надо вот это поменять. Против варваров пускай стоит. А мы поставим еще плюс 50% к созданию... Ну, а гога. Чтобы быстрее строилось. Юниты. И когда мы выйдем в гоплитов, мы, конечно же, их... Хотя бы две штуки нам надо построить. Ну, наверное... Наверное, пошли трудовую... Или Раннюю Империю, блин. Я и то, и то ускорю. Трудовую повинность буквально через два хода. Я бы Раннюю Империю, чтобы они не шлялись по моим территориям. А, Инг все-таки. Все-таки Инг, ребята. Видите, что-то я знаю в этой игре. Вот такие горы, но это не бразильская просто. Так, тут стоим в защите. Потому что, если я буду атаковать, то Инг может забрать. А забирать надо мне. Так, Инга мы осуждаем. Ну, вообще... Расположение у нас тяжелое, прямо скажем. Вы знаете, то, что нас не подселили, это только благодаря горам пока что. И куда мне этим скаутом идти? Я бы возвращался, кстати, к себе. О, ацтек там уничтожил его. Странно, что у ацтека меньше всего юнитов. Блин, а не будет ли, что я уже вообще в следующем... Вот как построю священное место, выйду в Золотой век? Так, тут по лесам, по-моему, да? Не, по холмам. Надо как-то с этой стороны обойти к этому лагерю. Сейчас посмотрим. Да, очень здорово, что они имко атакуют именно. Плюс три. Нам одно очко буквально осталось. Блин, мне не нравится, что вот тут Бразилия сейчас сможет города оставить еще. А у них между собой как вообще отношения? А у Шумера даже уже с кем-то война. Бразилий со всеми в дружбе. Какая ацтека... Дружелюбный ацтек — это какой-то оксюморон. Я вот думаю, надо ли мне читать проекты. Надо ли мне... Уже два пророка взято. Ну, надо читать, наверное, проект. А почему тут ацтека не показывает? Иначе мы без религии будем. Что-то у кого-то выполнили задание Аютхая. Что там за задание было? По идее, может не убить, кстати. Если ацтек сейчас будет атаковать, тогда мне хватит. Но не факт. Не уверен. Блин, мне бы просто сейчас бы одну цивилизацию какую-нибудь найти. Вот с кем там Шумер воюет? И вот мой золотой век. За семь ходов, мне кажется, вполне... Вполне выполнимо. Ну, почему тут он не атакует лагерь? Сейчас странно. Где... Где вообще города Инка? Откуда он пришел? Аж сюда, за этим лагерем. Ну... Это логично. Тут жалко, что он, конечно, так криво поставил. Ну, он нормально поставил. Но у меня уже не влазит никакой город вот здесь. Но... Я не думаю, что мне имело смысл этот город сюда ставить. Мне кажется, вот в эту сторону лучше. Да, ацтек будет на меня нападать прямо на столицу. Ну, выглядит так, что я тут могу отбиться. О, посел. Очень хочется объявить войну шумеру и забрать поселенца. Но... Проблема в том, что Аютхая союзница. То есть, меня этого скаута убьют сразу. К сожалению. Если бы он где-нибудь тут был... Хотя, слушайте, может, куда-то сюда идет? Может, мне за ним проследить? Он сейчас перепрыгнет речку, скорее всего. Я просто хочу сейчас встретить, с кем шумер воюет. Шесть ходов. Так, семь религий. Семь религий. Ну, я должен основать, мне кажется. Ну, все, он уже под защитой посел. Ну, вроде убиваю. Есть, отлично. Ну, вот я сейчас граблю лагерь. Я уже в золотом веке. Так что можно возвращать скаута. Так, сколько у нас там? Ну, да. Должен... Должен начитать на пророка. Опа-па. Вот эту клеточку мы должны выкупить, несомненно. Железо. Извините. Извините. В общем, я так нормально... Вера, если мы выйдем в золотой век. С верой. То я просто буду поселов покупать. А в этих городах буду... Гоплитов строить. Так, возвращаемся скаутом этим домой. И, наверное, видимо, от стека сносим. Идея такая. Гончарное дело. Давайте пока трудовую повинность. Так, нам надо... Шесть населения. Блин, вообще на еду ничего нету. Что он тут обрабатывает? Блин, одиннадцать ходов. Либо здесь пять ходов. Можно что-то... А если, предположим, вот так сделаем. О! Отлично. Через два хода ускорение ранней империи. Там ГГшка... Две ГГшки хотели. И Ереван я засоюжу тогда. Кстати, это еще... Еще очки эпохи засоюживания Еревана. Так что я в золотой век тут точно выйду. Пирамида. Мне вот интересно... Пойдет ли Ацтек на меня. Мне еще нравится, что варвары атакуют именно инка почему-то. А могло быть так, что их кто-то... Так, уничтожаем. Мы сейчас ускорение еще за что-то получим. На что-то. Военная традиция и военная тактика. Ну, военная традиция за уничтожение. А военная тактика... Фигайся, военная тактика. Ну, кстати, в моем случае немножко тупо, потому что у меня аж гоплиты будут, как раз которые копейщики. То есть я явно ими кого-то уничтожил бы. Так, ну мне надо куда-то сюда город ставить. Явно. Так, давайте посмотрим. Куда-то сюда явно город. Сюда. Конечно, есть проблемы. Ну и забирать Ацтека. Видимо. Мне так нравится развитие у компьютера на божестве. 32 науки и 22 культуры. В то время, как у меня 5-3 у меня. Например. Ускорили раннюю империю. Взяли пророка. Блин, еще и Тим надо, кстати. Ну, я не буду откладывать взятие религии, потому что, собственно, как и откладывать союзничество Еревана. Ереван что делает? Апостолы могут выбирать вид повышения. Ну, так себе способен. Я хоть увижу сейчас территорию тут вокруг Еревана. Видите, плюс 2 очка эпохи. Немца встретили. Блин, кого мы тут повстречали всяких. Ну, осуждаем. А может... Не понял. Почему я не могу осудить этого? Нажимая осудить, и ничего не происходит. Еще и новый контент. Что-то я очень много очков набрал. Наверное, не надо было союзить Ереван. Осудить. Ничего не происходит. Осудить. А что не осуждаются? Что происходит-то? А, видимо, надо сначала, чтобы вот эти прошли встречные. Так, большая честь познакомиться. Принимаем гостеприимство. То же самое все здесь. Типа обмениваться инфой. И вот теперь осуждения пройдут. Блин, что-то я очень быстро многих встретил. Это будет тяжеловато, кстати, ребята. То есть я уже встретил раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, тут заканчиваем посело. Тут начинаем уже гоплита. Три хода. Блин, надо будет на один ход отложить. А вот это я, кстати, что-то не подумал, что он вообще-то на Арго сможет напасть, а не на Спарту. Блин, что туда идти так жопно? Бразильцу порадует, что я очистил лагерь. Ай-яй-яй. Ну, в принципе, первый гоплит уже поможет. Существенно. Так, ну что, трудовую дисциплину компьютер, как всегда, не взял. За Грецию, православие, конечно. А православие уже кто-то... Ну, не кто-то, а Россия, естественно, взяла православие. Так, ну что тогда? Поклонение морю? Что мы... Как мы это назовем? Бабочка, черепашка. Может... Не знаю, я хотел назвать поклонение спирту, но какие-нибудь зрители скажут, что я пропагандирую алкоголизм. Давайте назовем нет унынию. Или наоборот уныния распро... Нет, нет унынию будем распространять. Да, трудовая... Не знаю, почему компьютер не любит трудовую дисциплину брать. Вообще, давайте проверим, что-то еще. Реликвии нет. Здание в кампусах за веру. Трудовую дисциплину все-таки. И сразу здание. Я тогда, если беру трудовую дисциплину, то беру здание на еду. Чтобы компенсировать немножко. Что-то обычно так накорми мир-то самое лучшее. Ну, вообще, это круто. Смотрите, у меня тут на пять производство. Так, значит, тут в очередь гоплит ставим. Вот тут, благодаря горам, у меня еще есть возможность... Поставить города некоторые. Хочу найти, с кем шумер воюет. Давайте еще проверим, как у этих ребят... Воюет только шумер, похоже. Бразилия со всеми дружит. Вьетнам совсем дружит. Со всеми. Все такие дружочки прям. Что вы, что вы. Ну, кстати, для меня очень неплохо ацтек расположен в плане нападения на него. Осталось только юнитов поднастроить. Так, орошение, чтобы какао обрабатывать. Вопрос, не нападет ли он первым сейчас на меня. Так, у нас что-то отношения вернулись. Осуждаю ацтеков. Мачу-пикчу. Так, сейчас нам надо гоплита на один ход отложить. Я бы священное место. Так, три, три, четыре. И вон там четыре. Ну, слушайте, тут четыре кампус влазят. А тут именно четыре за счет того, что... Да, давайте вот сюда. Тут за счет еще тропического леса. А вот сюда у нас кампус пойдет. На плюс четыре. Вот у нас. Я бы только, кстати, стоял скаутом, чтобы инк не смог пройти сюда город поставить. Здесь бы пока стоял. Вот интересно. Везде уже лояльность. Ну, я бы вот сюда, наверное, на камень ставил. Я понимаю, что минус четыре лояльность, но в принципе... Сейчас мы возьмем губера. И сможем. Но это лучше, чем вот здесь или здесь. Тут это места как раз для священочки и... Кампуса. Это музыка Вьетнама, что ли? Валит. Что за клан Барсучий коготь? Денег мало. Блин, я в спарте не отменил гоплета. Факин щит. Я что-то думал... Ну, молодец я. Вот это реально ошибка. Я что-то... Арго главное да. А тут главное нет. Наверное, содержание юнитов надо поставить. С фарварами я тут уже не воюю. Черт. Так, ну надо еще гоплета. Тогда священное место откладываем. Ну и надо как-то ввести сюда гоплета. Ощущение, что сейчас на меня нападет. Парень. Аргос уже начинает утрачивать лояльность. Прикол. И сильно. Нет, 0.4 это нормально. Так, тут все верно обрабатывается. Ну давайте пока Виктора в Аргос. Но я скорее всего... Не скорее всего, а точно его буду пересаживать в этот город. Потому что там будет минус 4. Черт, как же я так... Просмотрел... Гоплета. Так, где у нас оборонная тактика? Вот здесь, если мне войну объявят, да? Ну пошли в политическую философию. Мне нету смысла объявить войну ацтеку, пока у меня не будет два гоплета рядом. Потому что иначе я... Ну, у меня штрафы... Идут большие к силе. Ну... Мы вышли в золотую эпоху античности. С ошибками. Проблемно у нас тут, прямо скажем. Пока не буду ничего менять. Но... На этом серию закончим. Рассказывайте, как у вас проходит... То же самое. Спонсоры канала продолжения могут прямо сейчас посмотреть. А для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, что смотрите. Комментируете, лайкаете. Как не забудьте лайкнуть. Смотрите мне. Не лайкните. Где-то маленький Леша поплачет. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий. Тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк. Оставить комментарий. И поделиться этим видео со своими друзьями. Или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео. Ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok